Итак, мы находимся на стенде, который называется cityfermer.ru Это информационный ресурс, отраслевой, по прогрессивному растению и воздуху. И с нами Петр Олдовый, кто не узнал. В маске сейчас можно и не узнать. Так, ну давай рассказывай. Добро, добро, ребят. Рады познакомиться, да, прямую, живую, вот так вот, символически. Это наш первый стенд. Первая большая выставка, где мы стоим со стендом и выполняем такую агрегирующую, информационную функцию. То есть мы собираем со всех там визитки, раздатки, какие-то призы. К нам подходят люди, мы говорим, направляем и, собственно, зазываем к нам на сайт, на соцсети. Там они будут получать полезную информацию о нашей теме. Начиная от новостей, интервью, можно заводить свои блоги, вести. Можно кучу полезного на самом деле делать. Там будет аналитика, там будет прямо все про сити-фермерство. Добро пожаловать, да? Я понял. То есть, в принципе, любая компания, любой гроу-шоп, все те, кто связаны именно с тематикой сити-фермерства, смогут разместиться на вашем портале. Все так, все так. То есть, особенность портала в том, что там, как представители бизнеса, то есть магазины, гроу-шопы, производители семян, производители оборудования света, там все могут быть представлены. И мы призываем активно переходить к нам. До конца года у нас эксклюзивные предложения по размещению. И мы вообще в целом за дружбу, мир, жвачку, за как раз-таки обмен информацией, сотрудничество. Так что, то есть, помимо, значит, у нас конечного потребителя, пользователя, точнее, помимо магазинов, есть еще и как раз конечный пользователь, потребитель. То есть, мы совмещаем, стараемся совмещать внутри сайта как раз-таки представители бизнеса и индивидуальных потребителей, сити-фермеров. Слушай, ну, у нас в России, по-моему, нету таких ресурсов. Ну, за исключением дзаги, лка, но это все как бы в поле ВПНа, так сказать. Это, да, в поле лекарственных растений. Да, 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 да. А здесь мы больше про культуру, только про культуру. О, отлично. Ребята, я вообще рекомендую всем, кто может, всем, кто слышит и видит, подписываться и участвовать в этом информационном ресурсе, потому что ресурсы, когда они в самом начале, вроде, кажется, там и минимум информации, движухи немного, но со временем эти ресурсы разрастаются, и в итоге получается огромный кладезь полезнейшей информации. В принципе, для всех. Так что подписывайтесь, участвуйте, и по-любому вы будете в огромном плюсе. Все так, все так. Спасибо, Петр. Спасибо. Блин, давно хотел с тобой познакомиться, и как-то вот мы каждый год ходили, ходили. Всегда около-то рядом. Да, вот. Но мы на самом деле общались, но вот так, вот в таком формате. Да, еще по другим проектам. Я понял. Ну все, спасибо, ребята. Я вообще желаю вам вот процветания вот этого ресурса, и очень рад, и буду сам в нем участвовать. Да, мы уже во вкладочке магазина. Мы уже есть во вкладочке магазина. А? Работает все на опережение. Все, спасибо огромное. Сделаем еще интервью, уже спишемся. Да. Розыгрыш, ну давай розыгрыш. Типа, вы подписываетесь на инстаграм на нашу Сити Фермер, вытягиваете, далее, получаете какой-то приз от нас. Да, что вы подписаны. Футболка Сити Фермер. Мы выиграли футболочку Сити Фермер. Наличие ламп, наличие различных субстратов, наличие гидропоники, аэропонных технологий, оно расширяет наши возможности и позволяет уже перейти на качественно другой контролируемый уровень. Очень много лекарственных культур имеется в виду ассортимент. То есть растение, видовое разнообразие очень большое. Мы должны обеспечить условия, которые стимулируют накопление биологически активных соединений. Это может быть стресс, это может быть световое изменение, световое спектра. То есть эфирное масло, полученное на красном цвету и на синем цвету, это два совершенно разных продукта. По ассортименту. А у нас сейчас в ассортименте порядка 35 позиций. Это и микрозелень, и цветы. И я вообще-то плю за то, чтобы были эксклюзивные позиции. То есть мы все знаем популярную такую культуру, как горох. Но мне, честно, хочется, чтобы мы ушли куда-то дальше, чтобы развивали какие-то другие культуры. Все мы начинали с микрозелени и приходим к цветам. Выращиваем, повторюсь, салаты. В этом у нас очень все хорошо получается. Спрос идет. Микрозелень идет в довесок. То есть это попадает в миксы салатные. Такие, как горохи подсолнух, ничего не поделать. Как бы мне это не нравилось, как Анна сказала. Но людям это нравится. Ну вот, ребята, в маленьком городе, в Беларуси, там горох, это топчик. Вот я слышал от кого-то и вас только что фразу, что микрозелень еще не распробовали. Последние 4 года я слышал, что микрозелень не распробовали. Но это не вопрос, но в целом ее когда-нибудь распробуют. Стоит ли новичку сейчас заходить в бизнес? И как этот продукт позиционировать, если его фактически никто не любит? Очень многие говорят, в смысле, что горох надо есть, я просто снимаю салат, а что это за бред? То же самое происходит с цветами. Но опять-таки, это то, как мы с вами доносим информацию до людей. Если мы будем говорить о том, что это полезно, о том, что это нужно, тушить, о том, что цветы это все удобно, тогда люди будут это пробовать. И это единственный способ нам оздоравливать нашу планету. Я и говорила с самого начала, что кроме того, как зарабатывать, нужна еще какая-то, ну, большая тема, зачем ты это делаешь. Сейчас, когда человеку приносишь, показываешь микрозелень, он говорит сперва, что за трубу ты мне принят? А потом, когда распробуют, он говорит, ну, вкусно, давай-ка я у тебя закажу ее. И есть у нас тоже достаточно клиентов в городе нашем, которые покупают не просто для украшения, а именно употребляют. Да, скорее всего, эту зелень мы, наверное, никогда не распробуем. Не принято у нас в России 200 зелень прямо в таких количествах. Культура питания, связанная с зеленью, она еще не привыкла. Да, это нужно развивать, это круто. Конечно, если вы выбрали целевую аудиторию призвить, то ваш труд – это идеи для применений, брать за руку, чтобы снять все полезные свойства, проводить у себя на термии экскурсии, делать какие-то выездные мероприятия, мастер-классы. Я уже в микрозелине высказался, что, не считая ее самой перспективной, даже самые топовые рестораны, которые сейчас можете посмотреть и не отказываться в микрозелине. То есть, если вы хотите зарабатывать, развивать свой бизнес как-то более интересно, масштабно, то все равно вы перейдете на боевые листья и на обычные листья салата. К микрозелине у меня уже какое-то отношение сложилось, потому что мы просто для ассортимента мы занимаемся на данный момент. Ребята, ну, у нас приятная, так сказать, неожиданность. Мы встретили одного из, я даже не знаю, как сказать, основателей растафарианского движения в нашей России. Это человек, который сделал очень много, и я очень счастлив, что сегодня с вами познакомился. Спасибо. И, в общем, хотел бы у вас узнать мнение о вот этой выставке. Вы уже, кстати, бывали ранее на таких подобных выставках? Здравствуйте. Конечно, бывал на этих выставках. Вообще, сама тема продвинутого растениеводства меня интересует еще с начала 90-х годов. Мне тогда подарили лампу 400-ваттную днат. И я, наверное, я еще даже толком не знал, как вообще пользоваться всем этим. Потом появляются великие дзаги, и дзаги начинают всячески мне помогать и увлекать еще больше продвинутым растениеводством. И, конечно же, по возможности я был на всех таких мероприятиях восхищен именно единством, что все фирмы, их много, все объединяются для того, чтобы создать вот такое шикарное мероприятие. Если бы так люди могли объединяться, мы, наверное, бы жили бы совершенно в другой стране, если бы все хорошие силы умели объединяться. А так я на примере наших друзей, кто занимается растениеводством, я вижу, как все в магазине сплотились и создали вот этот великолепный форум. И очень много людей здесь зажигается новыми прогрессивными знаниями, технологиями, хорошими связями, знакомствами, улыбками. Здесь все обнимаются, все друг друга любят. С Николаем давно знакомы? Мне кажется, да. Я уже не знаю, может, 10 лет. Вот. С дзагами, получается, не меньше, чем 15 лет знакомы. Да, очень хорошие люди, интересно всегда поговорить о разных аспектах продвинутого растениеводства. Что такое лампы, какие удобрения самые последние, какие технологии именно в России вполне могут конкурировать с хорошими технологиями из Франции, из Канады. У нас хорошие умные ребята работают над новыми аспектами продвинутого растениеводства. И все очень хорошо и удачно. И я очень рад, что такое замечательное содружество между всеми магазинами и всеми, кто двигает эту тему, существует. Так что я рад здесь находиться на этом форуме. Просто Родина. И время здесь летит незаметно. Час, а может быть, пять минут. И все время классные, классные люди. Здорово. Очень-очень-очень-очень рад. А еще такой вот хотел затронуть аспект музыкальный. У нас в Краснодаре сейчас организовывается новая там рэп, так сказать, банда. И она, в принципе, делает свою музыку именно в теме растафарианства. В общем, мир, добро, жвачка и все остальное. В общем, ребята молодые. И вот мне хотелось бы, чтобы для них вы можете передать какое-то послание, чтобы они собрались силами, я не знаю, и наконец-то начали действительно давать какой-то результат. Конечно, я могу пожелать этим ребятам, чтобы они не забывали, что самое главное в музыке – это доброе и вечное. И что если они способны зажигаться, как солнце для своих поклонников, для своих друзей, для любимых, и реально улучшать атмосферу в жизни, то они добьются цели. Просто самое главное – это сочувствовать людям, которые тебя слушают и держать уровень вкуса на правильном, ровном аспекте, если так можно сказать. Все, я понял. Спасибо вам огромное, что уделили нам минутку. Очень приятно. Можно вас, пожалуйста, в программе? Спасибо.